Приветичи! Это Академия Жуков. Мы снова вернулись в эту школу. В прошлой серии мы обучали мух, они у нас выпустились. Теперь настала очередь светляков. Сегодня у нас урок пятый, который называется Ночной замок. Ночной замок? Разрушьте замок, стреляя в него коровьими и рыцарями из рогатки. Помните, что коровы могут атаковать. Ууу, подобное у нас уже было. Ток с мухами. Ну что, рыцари! Светляк сейчас всем раздаст люлей. О, сколько тут светляков-то. Надо пролететь по-быстренькому. Может тут еще где есть? Не, вроде бы все. Вся банда в сборе. Сейчас все как тут осветим. Уже светло почти как днем. Просыпайтесь, хорош вздрыхнуть. Пошли со мной, щитоносец. Сейчас мы его закинем. Воу-воу-воу, спокуха. Где наша рогаточка? Где-то должна быть рогатка. Вот она, рогатуля. Так. Ну что, ты готов, рыцарь, исполнить свой долг? Натягиваем. Подожди, что-то какая-то резинка туговатая. Ой-ой-ой, как нас шмантеляет. Ну что, к запуску готов? Блин, нет. Надо посильнее натянуть. Это что такое-то? К запуску готов? Есть. Давай, на бочки, на бочки. Вот это поворот. Рыцарь вылетел обратно, но, к сожалению, использовать мы повторно его не можем, потому что рыцари и коровьи одноразовые. К сожалению. Ладно, попыточка номер два. Кстати, а что если мы попробуем просто кинуть нашего рыцаря? То есть не через рогатку, а своими силами. Взлетаем повыше. Берем разгончик. И полетели. Ну-ну-ну-ну-ну. Так-так-так. У-у-у. Давай, коровка, прыгай. Ну тоже, в принципе, неплохо. Практически как через рогатку, но... Урона мы мало нанесли. Что ж, последний рыцарь. Если что, потом дозакажем еще. Я, в принципе, готов. Энгри Коу. Коровь-рыцарь полетел. Ой, как высоко мы его запулили. Ну, по-моему, это хорошо сработало, потому что мы там подорвали бочку. Так, все, рыцари наши закончились, коровьи. Пойдем закажем еще за соточку. Рыцари за соточку. Выдайте нам, пожалуйста, парочку. Точнее, троечку. Спасибо. Значит, хватаем рыцаря первого. Заряжаем. Ой, мимо. Ну. И... Давай. Что-то высоко мы взяли. Ой, как высоко. Но зато, в принципе... Давай, прыгай, коровка. Да... Ну что такое? Там последний прыжок мне не засчитали. Черт подери. Ничего страшного. Попыточка номер... Какая-то уже пятая идет. Пятая попыточка. Высоко опять взял, наверное, да? Упала коровка и... Давай, прыгай, корович. Прыг... Да что ты будешь делать? Третья попытка прыжка мне все никак не засчитывается. Еще коров хочу. Я мало разнес. Вот так вот. Ништяк, по-моему, удачненько залетело. Ну, давай, корова. Дерись. Есть. Вот эта корова хорошо залетела. И очень прилично так снесла блоков. Но нам нужен косарик. Последняя корова. Если она не вышибает... А нет, не последняя. Здесь вот еще валяется. Смотри-ка. Откуда эта корова? Кажется, она обратно вернулась к нам. Каким-то макаром ей удалось вернуться. Она хочет исправить свое положение. Итак... Давай, 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 коровка. Беги, 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 беги. Ну же. Последняя коровище. Посмотрим, на что она способна. Опа. И она влетела в бетон. Короче, все. 900 очей мы набрали. Это максимум. Больше заморачиваться я здесь не хочу. Думаю, что надо валить. Две звезды. Это лучше, чем одна. Ну а три, наверное, где-нибудь во сне нам приснятся. Медоносные пчелы должны собирать нектар с двух миллионов цветов, чтобы произвести 450 грамм меда. Вот такой вот любопытный факт. А следующий урок у нас это... Кибербашня. Ого. Нам нужно будет построить вот такую вот высоченную башню. И чем выше, тем лучше. Кибербашня. Постройте самую высокую башню в затведенное время. Помните, засчитывается только самая высокая башня. Даже если она рухнет. Вот так-то. Ну и что? Строители светляки видели. Где здесь? Жирафик. Вот он. Вот он, жирафик. Значит, надо построить высоту. То есть, нужно достать до отметки 8. И тогда у нас будет три звезды, да? Да. У нас должно получиться, чтобы мы получили три звезды. Что ж, начнем строительство. Но я думаю, что мы вначале сделаем вот так вот. Снизу у нас будут кубы. Давай, кубики подкатываем сюда. Нет, мухи снизу не должны быть. Что за фигня? Выкатывайся оттуда, э, фиолетовый. Вот. Еще куб нужен. Еще кубик. Вот этот тоже подойдет. Нормаленько. Так. И, в принципе, можно на них уже класть вот эту палку. Хотя нет. Она нам пригодится, когда нам нужно будет вот такие вот треугольнички ставить. Давай, поставим треугольнички. Оп. Вот таким макаром их ставим. Тихо, тихо. Еще один треугольничек. Так, готово. Треугольники поставились. Заряжаем теперь сверху этот блок. И должно все получиться как надо. Аккуратно, аккуратно. Как подъемным краном. Ставим. Блин, кажется, не совсем ровно треугольники встали. Ну, тяжело-то как. Да, блин. Да. Треугольники не ровно встали. Надо их поплотнее поставить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова короче пошли в топку эти треугольники с ними реально замучился поставлю их таким макаром и думаю что все все получится кидаем вот отлично все получилось так поровнее надо немножечко по за о да наконец ну что того почему там все скатывается да не должно ничего скатывать все пучком у меня все пучком квадрат этот час оттащим чуть-чуть назад вот так вот и все все долбаные беги как они меня бесят раздражает с ними построить просто нереально ничего вообще ничего вот так вот какого лешего ты зацепился за этот треугольник маленький бухоль светлячок просто уже пукан горит я не могу уже прошло три минуты прошло я парился три минуты с этими треугольниками как так можно было обосраться но серьезно и вот только под конец у меня это получилось сделать кровь пьют лишь самки комаров ну я думаю все это знают короче вот эти вот уровне где нужно что-то строить они меня крайне бесит вообще и не могу их проходить все улетаем отсюда идем следующий класс за этот урок мы получили кол а следующий урок у нас называется дом с привидениями дом с привидениями поймайте как можно больше приведений за отведенное время используйте пылесос для их поимки то есть получается мы охотники за привидениями вот это светляки вот этот поворот начали нам нужно найти друганов которые будут нам помогать держать пылесос уже четверо нас защебись самое главное потом найти еще пылесос где он может быть привидение я видел привидение оно снизу это коровье привидение большие летим дальше а вот он пылесос кстати хватаем его сразу потому что друганов у нас уже достаточно вот он привидение часа поймаем сейчас поймаем ломаем стеночки а тут вот есть дверь вышибаемые и засасываем есть одно привидение поймали шикарно следующее привидение у нас на улице интересно никого нет давай вышибаем стенку здесь и вылетим о по ништяк я их да на улице какой длинный пылесос кстати не на улице никого нету может быть на крыше блин все пылесос дальше не едет не хватает провода но мы засосали привидение одно возвращаемся обратно в дом влетим в окошечко есть кто тут дрыхнет наш друган блин долбанной кровати мешается везде тут никого нету все нам нужно вернуться обратно потому что наш пылесос запутался точнее шланг от пылесоса он запутался где еще у нас привидение вот летает давай-давай-давай-давай ништяк наверху есть кто здесь есть кто никого никого нету нам нужно каким-то макаром спуститься в подвал я еще не был в подвале где тут проход-то в подвал его мою может быть здесь как-то нет здесь никак надо выйти на улицу с другой стороны наверняка еще накроу наверняка там есть где-то проход еще карау да что такое откуда они берутся я что-то вроде бы всех выловил выламываем стенку не ну с другой стороны тоже нельзя пробраться никак в подвал на стенку мы здесь все равно выломаем так здесь у нас ничего и никого нет слетаем наверх давай иди сюда пупсик блин воротливая какая корова то есть еще наверху где-то коровы целых две но я их не вижу в подвале я так понял никого нет поэтому смысла туда нет спускаться но я видел что там дрыхнет один светляк вот еще корова ну где же наши коровки коровки коров зашибись поймали еще одну а до другой не достанем ладно спускаемся вниз вижу что есть коровы внизу эти привидения нежели летают сквозь стены поэтому им пофигу они летят так как им угодно а мне тут приходится париться где корова она где-то внизу вот блин а вот она поймали еще одна корова где-то здесь вот есть три звезды интересно наберу или нет во-во-во-во вниз можно спуститься наконец-то мы пробрались вниз оказывается тут можно было сломать балку небольшую и упасть в подвал еще один светляк зашибись нас теперь целая банда и мы намного быстрее можем переносить теперь наш шланг у нас осталось две секунды и все мы получили всего две звезды любопытный факт 20 мая всемирный день пчел 20 мая пчела отмечает свой день гуляют как говорится ладно летим дальше следующий урок у нас это а все светлячки у нас закончили обучение вот это поворот ну ладно пойдем выпускаться ее светляки у нас выпустились теперь они тусят у нас вместе с мухами отмечает свой выпускной пойдем заглянем в магаз посмотрим есть там новый шмот или нет ну гонюга-нюга пошопимся немножечко у нас здесь есть шляпа малинка вроде то шляпа малинка есть шляпа коробка вот для комаров смотри какая штука прикольная вот такая шляпа реально прям шляпа есть шляпа кактус лифт может быть мы просто через дверь пройдем какой в топку лифт давай вышибаем это все дело и летим на второй этаж стеклышко какой непробиваем прикинь пробить стекло не могу есть на втором этаже у нас пока ничего не доступно ну ладно будем гонять в шляпе ну а теперь настало время обучения комаров да смотри какие у них насямбы словно маленькие летучие слоны причем комар такой жирненький такой не грех и прихлопнуть ладошки ну что первое обучение погнали следуйте указанием и летите к выходу просто лететь к выходу удерживайте триггер чтобы всосать жидкость отпустите триггер чтобы выплюнуть ее ну хорошо падаем в бассейн всасываем воду я реально слон так давай еще немножечко водички наберем и теперь нам нужно потушить огонек комар пожарный стоп-стоп-стоп-стоп-стоп блин это сложно это чертовски сложно учитывая что когда я выплевываю воду меня начинает очень сильно сносить тут у нас перец различные жидкости имеет различные свойства соус чили увеличивает силу тяги то есть получается если мы сейчас начнем выплевывать соус чили у нас будет нитро мы проверим у ее ее еженьки главное не подорваться бы обалдеть так одного комара мы оставим здесь этим мы полетим сюда все любопытный факт известно свыше 120 тысяч видов мух 120 тысяч видов мух обалдеть а мы продолжаем наше обучение следующий урок это урок пожара мы снова будем тушить пожар и что ну ладно потушите как можно больше возгораний за определенное время используйте коровьих пожарных чтобы быстрее справиться с заданием ух это будет час потно и жарко где мои друганы пожарные комары главное не поджечь свой пукан так есть комарик надо собрать как можно больше комаров а еще найти коров пожарных блин не могу пробить стекло ну что за дела как высоко как высоко вот спит еще один здесь можно кажется набрать воды крышку надо снести давай сносите крышку есть набираем воды полное пузо накачались и я думаю что можно уже тушить оп давайте ребятки я знаю что вы сможете ништяк крышу почти потушили осталось чуть-чуть давайте братья мои меньше правда я ненавижу комаров ну ничего ну ка все затушили крышу зашибись отличный пожарный накачиваем еще свое пузо полетели вниз а стенки 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 надо пошу потушить ништяк пару стенок потушили шикардос отлично как насчет залететь в помещение потому что в помещениях проще тушить пожар вот сюда сейчас пол попробуем там затушить ага нам бы стенку пробить кстати я еще ни одной коровы не увидел пожарный видать очень быстро пролетел давайте бро да тушим 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 ванной с водой обалдеть все затушили здесь набираем пузо ванной а не можем прикинем не можем ванне набрать воды у нас осталось еще минута 45 предлагаю полетать и поискать корову потому что что-то как-то очень туго у нас зарабатываются звездочки у нас не хватает четырех носов наших комаров где же может быть корова так еще один комарчик защипись а вот тут может быть это пожарное отделение точно вот они вот они и наконец-то нашли корову офигеть а сейчас мы схватим корову выплюнем вначале всю воду хватаем корову все полетели 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 ну корову туши ой ё-моё это будет сложновато слушай а может просто их в дом позакидывать они сами будут тушить как думаешь наверно да пусть он тут тушит а мы полетели за еще одной коровой просто позакидываем их сейчас в дома так ты будешь тушить здесь главное чтобы ничего он вылетел он вылетел из дома блин это вообще нехорошо эти ай черт подери выносим мебель чтобы ничего не мешало нашему пожарному так верхний пожарник у нас все затошил надо его свистнуть оттуда у нас уже две звездочки заработано отлично тащим его в другое помещение где у нас пожар то есть вот тут пожар давай туши давай давай быстренько быстренько все 7 секунд посредние очаги возгорания тушим как можем и две звезды цвет светлячков самый эффективный в мире вот так-то но сейчас я играю к сожалению за комара так что это любопытный факт не по адресу двигаем дальше следующий урок у нас это абстрактная живопись будем рисовать картины нарисуйте как можно лучше картину с телевизора не забудьте сохранить свой шедевр если хотите то есть нам нужно будет сейчас еще срисовать рисунок где телевизор братья мои просыпайтесь подъем хватит пить краску вот он телевизор нам нужно нарисовать зеленый треугольник на фоне оранжевого и синего цвета значит синий цвет выпиваем и поехали поднимайте свой задок и начинаем рисовать синий цвет это скорее всего типа облака типа небо немножечко скосили но ничего страшного еще заправляем свои баки ну все типа небо готово теперь нам нужен оранжевый цвет заправляемся и красим землю вот таким вот макаром очень хорошо красится земля зашибись этих на небо не заходим еще чуть-чуть еще чуть-чуть осталось вот так вот ну думаю в принципе можно уже зеленые треугольнички рисовать не знаю как это выйдет но попробуем может просто плюхнуть посерединке так кажется что это получается что-то вырисовывается похоже на какую-то елку но кажется что у нас получилось нам дождали три звезды обалдеть выпускаем всю зеленую краску и можно отсюда валить мы заработали три звезды наконец-то ну мне кажется рисование у всех получается 20 августа всемирный день комара 20 августа комары празднуют поэтому их так много на улице я не пристаю тебе а следующий урок у нас это ракета муча в космос полетим ну пойдем посмотрим чему нас там научат запустите ракету так высоко как только сможете помните чем быстрее вы нажимаете кнопку спринт тем сильнее насекомые поехали а подожди нет не поехали я думал мы сейчас сразу заряжать будем ракету начале нам нужно собрать братишек сколько тут ракет где братишки то значит с а вот они где спали всасываем соус чили хватаем теперь ракету одну занос ее надо схватить так и полетели что-то как-то плохо полетели очень плохо один комар даже улетел спать капец значит заправляемся еще соусом чили здесь несколько ракет потому что у нас несколько попыток я въехал потому что с первого раза у нас не получилось блин как говорится комом хватаем за нос и чё полетели давай 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 поднимай нужно 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 еще 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 блин жалко корова мы не сбили отдай шарик корова дать шарик жалко нельзя разбить шарик мне нужно побольше комаров ездишь комары комары но почему нет комаров всего три комара это очень мало очень мало ладно попыточка номер два и на старт внимание поехали но 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 быстрее 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 и 6 метров мы достигли 6 метров обалдеть неплохой результат между прочим и куда мы сейчас приземлимся приземлимся в эту секцию попытаемся участия третий раз ну с богом как говорится блин задели дверцы стенку дома и высоко нас к сожалению не поднимет эх плохо ну чё я готов и раз-два поехали летим пока хорошо очень хорошо блин в метеорит врезались ай-яй-яй ну что все хватит с нас полетов возвращаемся обратно всемирного дня мух не существует а хотелось бы мухи обломались следующий урок это у нас гонка ухты любопытно погнали посмотрим завершите гонку как можно быстрее помните чем быстрее вы нажимаете кнопку спринт тем быстрее летят насекомые ух сейчас будет разнос полный хватаем брошек заряжаем свои пузаны этим нитро а где финиш то короче все мне кажется надо лететь а вот он старта был блин вот и тупица предлагаю начать заново значит пополняем быстренько свою пузо этой вредной жидкостью перцовой и погнали 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 быстрее были были так вниз у вот это здание нам помешало очень сильно шустрей 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 братья мои меньше оба все мы вылетели первый круг еще не завершён черт возьми как же далеко то если один из комаров где-нибудь застрянет то мы проиграем итак первый круг завершён отлично второй пошел но мы уже подзнулись у нас сейчас нитро закончится все она закончилась ты прикинь вот это попадос черт возьми сейчас все профекаем ну давайте шустрей да без нитро конечно очень тяжко последний поворот и все сейчас будет чаша с перцем можно будет пополнить свои баки баки этой красной жижей ядреный накачивайтесь быстрее все погнали аж землю поджигаем ништяк тут уже все разнесли в принципе никаких препятствий нету просто работаем на скорость шикарно хорошо идем нам осталось еще три круга три круга интересно лучше мне здесь остановиться и пополнить баки или лететь дальше наверно летим дальше потому что нитро пока есть ай блин один комар застрял очень плохо много потеряли времени ништяк в этот раз у нас запас топлива закончился уже чуть дальше это означает что сейчас мы уже будем пополнять свои баки давай наверх 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 и все сейчас будет финиш финиш ну точнее не совсем финиш пополняем баки отсюда начинается отчет нового круга поэтому считаю что финиш полетели дальше последний круг последний интересно получится у нас завоевать пять звезд или нет надеюсь на пять звезд очень хотелось бы если бы конечно еще комары не топили не разлетались разные со мной что это такое вот петс это попадалова называется наверх быстрее наверх и все что такое да все нет еще не все блин и у нас заканчивается нитро очень очень плохо вот теперь последний круг но мы летим как будто дохлый комар дохлый комары бензи кончился вот этот поворот и все финиш на прямая наверх наверх шустрей 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 должны три звезды получить должны и да получилось любопытный факт светлячки могут синхронизировать свои мигания но это мы уже знаем мы читали эту вот вот это огонь вот это мы конечно мастерски погоняли ну чё чё на следующий урок какой это доставка пиццы пиццу мы будем доставлять как ты понимаешь коровам и делать мы это будем в следующей серии если нравится приключение академии жуков то себе лайк подписочка если еще не подписан и крутой коментоз а я с тобой прощаюсь пока увидимся в следующем видео